Самое сложное выступление в карьере британского премьера. Тереза Мэй взяла слово перед соратниками по партии, но речь пришлось прерывать несколько раз. Что мешало и кого отправили за решетку прямо с мероприятия из Лондона? Светлана Чернецкая. Легче не становится. Кризис в карьере Терезы Мэй усугубляется. Члены ее консервативной партии сомневаются в способности премьера руководить страной и прозывает разделаться с министром выскочкой. Бывший мэр Лондона, эксцентричный Борис Джонсон, всегда славился своими колкими и прямолинейными высказываниями и в роли главного дипломата страны не изменяет себе. Но сейчас он зашел слишком далеко, самолично вмешался в процесс Брекзита. Предложил собственные методы успешного выхода из Евросоюза. Такую самодеятельность главы МИДа Терезе Мэй не могут простить. Но она продолжает поддерживать Бориса, хотя наверняка понимает, что он главный претендент на ее кресло. Масло в огонь подлил и известный британский комедиант Пранкер. Он пробрался к трибуне премьера во время важнейшего выступления перед соратниками и сумел передать ей справку Пи-45, уведомление об увольнении. Борис попросил меня передать вам это. Мужчину тут же вывели под одобрительные возгласы публики и арестовали за нарушение порядка. Но на этом неудачи премьера не закончились. Во средине речи она начала терять голос. Кашель не давал сказать и слова. Но Мэй настойчиво продолжала и в результате все же закончила выступление. Впрочем, трудности, с которыми пришлось столкнуться Мэй, похоже, сыграли ей на руку. В прессе восторгаются ее умениями идти до конца и реакцией на препятствия. Премьер много импровизировала и показала себя обычным человеком с отменным чувством юмора. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...